Домой испечённая звезда. Домой не пускают девочек домой. А мы мы ищем талантры. Вот она. Стоять, кражки. Что, ребята? Что я могу сказать? Я прилетела в Текли. Я сейчас забираю свой багаж. Быстро я в двух словах расскажу. Я готовилась просто к этой поездке, наверное, ну, неделю, всю прошлую неделю. В общем, история такая. Меня пригласили участвовать в съёмках одного телевизионного шоу. Я приехала буквально на два дня. Причём сначала мне сказали, что это будет вообще одним днём всё поездка. Но я объяснила, что я ни разу не была в Пекине за все свои шесть лет в Китае. Они решили, согласились продлить, так сказать, отель. И хорошая новость, что у меня будет время, чтобы погулять в центре, так сказать, посмотреть столицу. Конечно, очень волнуюсь. Я очень устала. И я очень переживаю, потому что это шоу, в жюри которого сидят иностранцы, которые просто офигенски говорят. Вот по-китайски, которые там учились в университете. И вообще такие все классные, пекинские. То есть это будет участие в шоу, в универсал шоу, в талантливых иностранцев в Китае. Такое шоу. Я взяла с собой укулеле. Может быть, придётся импровизировать. Ну, конечно, я волнуюсь, потому что с моим как бы китайским, таким немножечко корявым, это будет так себе. Но с другой стороны, это очень крутой опыт, это очень интересный проект. И просто я ни разу не была в Пекине, поэтому, конечно же, сразу недолго думала, и я согласилась. Сейчас меня уже встречает, ждёт агент. Мы поедем в отель, и уже начнётся аппетитация, и завтра рано утром будет съёмка. Я пью гофе и ям шоколадочку, потому что, конечно же, как всегда, у меня пришли эти самые дела. Закон Мерфи работы. В общем, всё работает. Всё как обычно. Кстати, хотела вам рассказать по прилёту в Пекин. Меня напугали и сказали, что нужно обязательно делать вот этот вот анализ на карман, который в одной палочке отстаёт прямо так как кольки. Я всё подготовила, всё сделала. Вообще никто даже не спросил, даже может быть... Мне кажется, китайцы просто уже не видят во мне иностранца на самом деле. То есть я настолько уже похожа на маленькую китаяночку, тем более с розовыми волосами я не так выделяюсь из толпы как золотыми. То есть если в России розовые волосы это ярко, то в Китае это частое явление, скажем так. По прилёту у меня ничего не проверяли. В общем, мы записали песню. Проверили на студии где-то час или полтора. И я, конечно, очень-очень устала. И, конечно же, недовольна тем, как я записалась, как у меня звучит голос. Но, в принципе, я думаю, это всегда нормально для артиста, быть самокритичным. Я сделала, в принципе, всё, что я могла на сегодняшний момент. Потому что, действительно, голос после перелёта устал. То есть я сразу после самолёта поехала на студию записываться. Я записалась по максимуму. Причём я буду петь две песни. И одна из них была в моём репертуаре, а вторая совершенно новая. Я её вообще раньше даже никогда не слышала. Хотя это известная песня 90-х. Но в современной обработке я её буду петь с известным бойс-бэндом китайским. Мальчишки семь человек. Они уже записали свои партии до этого. И вот я сегодня дописывала. И прикол в том, что они мне сделали минусовку настолько быструю. То есть они... Это, в принципе, такая быстрая фанковая песня. Они сделали ещё в два раза быстрее эту минусовку. И там так много их слов. И они так быстро проговариваются. В общем, я не знаю, как я буду её петь, потому что до конца слова не выучила я. Потому что, честно говоря, они, в принципе, простые, но их очень много. Но я надеюсь, что всё будет. А сейчас я буду учить движение, потому что к этой второй китайской песне, в которой очень много слов, которую я не до конца знаю. Есть ещё и движение. И мы с этими мальчиками ещё там должны какие-то делать расходки. В общем, танцы плясать. Так что, короче, весело. Так, на вот сюда. Короче, ребята, здесь снимать нельзя, поэтому просто кратко делаю обзор сцены, так, чтобы вы видели. Оп-оп, всё, сняла. Значит, получается, в 8.30 утра мы самые первые пришли. Получается, гостиница, прям 5 минут их ходьбы бежать отсюда. Сейчас будет репетиция, потом съёмки шоу. Мне дали заученный текст, потому что я думала, что там, ну, что-то можно будет импровизировать, так сказать, но, может быть, лучше то, что и так просто. Надо будет сказать то, что сказал режиссёр, то, что написал или сценарист. Вот, ну, не знаю, у нас на шоу тоже самое или нет, но вот, вот так. Вот, посмотрите, пожалуйста, Лена, для тех, кто не понимает, моё имя, моя личная гримерка, значит, у меня сейчас придёт тут Хуа-джан, это, значит, это мейкап-артист, все дела. Просто я суперстан. Ещё 150 человек, правда, так получили по комнатке. Я немножко подкрасила и сама, потому что немножко не доверяю визажистам в том плане, что у меня кожа склонна к аллергии, и я боюсь, что у меня будет какая-то аллергия. Вот, и я пришла к гримерку, чтобы сделать свои... так здорово, так интересно, работают профессионалы, здесь много иностранцев, вот видите, я прямо в предвкушении съёмок. Меня перечискала погачивай. Ребята, у меня слышат волосы Кеном Дайсом. Э-э-э, вот это я понимаю, сервис. Вот как выглядит обычная столовка с едой. Ну что, всё готово, я накрасилась, платье готово, самое главное, я готова. Если честно, уже хочется поскорее, как-то сказать, выступить, чтобы... Ну, я не могу сказать, что я безумно переживаю. Я, наверное, просто немножко волнуй за свой тайский, ну, ничего, я думаю, всё будет хорошо. Я сейчас очищу зубы. Правда, да, да. Верно, да. Баран и беда. Есть, кстати, Это все, съемки закончены. Я со своим чемоданом управляюсь обратно в отель. Все, теперь мне полет домой. Шоу закончилось. В общем, я немножечко успокоилась, хотя, ну как сказать, не очень я успокоилась, потому что, конечно, эмоции просто переполняют. Я участвовала и ходила на разные кастинги в России, я ходила на самый первый голос, какой-то еще телепроект со второго канала, и это всегда очень такие волнительные мероприятия, много людей, все хотят, каждый хочет выделиться, момент конкуренции, момент какого-то такого и веселья, и задора. Каждый несет свою идею, то, что я ходила на все телевизионные проекты, конечно. Конечно, скажем так, в России у меня сложился довольно негативный опыт, негативный как бы послевкусие после всех этих кастингов. Сейчас объясню почему. Очень-очень много критики, всегда, в принципе, это нормально, я считаю тоже, да, критиковать нужно уметь и принимать критику, но для меня эта критика была довольно-таки болезненной, потому что все-таки русский менталитет, он такой суровый и тяжелый, я считаю. Для меня сложно воспринимать иногда критику, ну тем более, когда, допустим, я помню, что приходила прослушивание в один самый известный ресторан в своем городе Энгельсе, не буду называть его имени, Козаностр, по-моему, он назывался, и там, собственно, владельцы послушали меня на прослушивание и сказали, что, в общем, я вообще ничего из себя не представляю, и что мой сомнительный английский оставляет желать лучшего, и они привели в пример двух певцов, которые на тот момент были очень популярны в городе, что, типа, если бы ты пела вот так, как они, то, да, ты была бы классная. То есть вот такого плана критика меня совершенно не мотивирует, не радует и скорее задевает больше, чем мотивирует на дальнейшее свое развитие, понимаете, о чем я? То есть вот такая вот критика. Естественно, для меня это, наверное, был такой незакрытый гельштадт, что вот эта возможность, я готовилась к ней в три раза усерднее, чем могла, вокалом так, и учила песню, при том, что я только за несколько дней вообще услышала впервые эту песню, то есть для меня, конечно же, это был такой, прямо сказать, вызов, челлендж, который я надеюсь, что преодолела, слова не забыла, мне очень понравилось. Кстати, Вита, собственно, тоже участвовал несколько лет назад именно в этом шоу. Я просто очень хорошо провела время, познакомилась с новыми людьми, приобрела совершенно новый, интереснейший, позитивный, позитивный, наконец-то, опыт. Спасибо всем за такую огромнейшую, я считаю, толерантность и уважение, все были все равно на позитиве, и множество я получила прекрасных отзывов и интересные новые знакомства. В общем, я безумно счастлива, я безумно рада, у меня уже садится подарейка. Завтра я иду гулять по Пекину, так что все, всех люблю. Новоиспеченная звезда. И я просто буду спать.